Ну а тем временем сборные Болгарии и Белоруссии выходят из-под трибунного помещения. Крупным планом только что был рефери сегодняшнего матча. Саня в 4-й, 6-й, Симеон Славчев, 7-й, Спас, Делеев, 10-й, Эвелин Попов, 14-й, Василий Божиков, 10-й, Александр Глеб, 11-й, Михаил Гордеичук, Павел Нехайчик, 13-й номер, Юрий Кендаш, 14-й, 18-й. Уже по ходу репортажа я напомню, как складывалась и Гродская, и тренерская карьера Александра Хацкевича. И не точно пасуют друг другу футболиста, как в бело-зеленой форме, так и в черном. А вот сейчас здорово, классная передача направо, мяч уже в штрафной, прострял 1-0. Болгары сыграли блестяще в этом эпизоде. Сейчас будем смотреть повторы, будем наслаждаться на Азабьев. Давайте смотреть, вот это передача, не положение вне игры. И сразу же фланг после этой передачи был, скажем так, уничтожен. И затем посмотрите, какой прорыв. Удар поворотом, удар сильный, мощный, плотный, но в стенку ее вот это уже лучше и опаснее. Демонстрирует свое вратарское мастерство, реакцию. Сейчас, я думаю, мы увидим статистику. И я уверен, что в целом цифры будут говорить о том, что по желанию действительно хорошо закончить год, успешно, я бы выделил как хозяев, так и гостей. Держал мяч и контровый под болгарской сборной. Есть варианты налево, направо, пас идет налево. Попов сделал передачу и удары за пределы штрафной. Болгары пытаются угрожать воротам белорусов. Удар, удар поверх стенки. Но этому удару явно силы. Малякова левым флагом атакует. Нихайчик поддерживает эту атаку. Навес. И удар поворотом, да еще какой! Вот это момент, ну как сыграет. Реагирует. И переводит мяч после удара. Угрожал мяч капитан белорусской сборной. Передача в штрафную. Опасно! Удар поворотом! В ближний угол пошел мяч. И в ближний угол действительно опасно бил Родослав Кириллов. Здорово! Вратарь! Успевает! Браво! Андрей Горбунов! Как приближается к штрафной. Будет удар прямо в руки. Выскользил в какой-то миг мяч из рук Андрея Горбунова. Поляков не успел заткнуть дальнюю штангу. Затем сделал не очень хорошую передачу. Передачу Глебу под желтую карточку. А она вторая. Да, Глеб же получил в начале встречи желтую карточку. Покидает поле в расстроенных чувствах. Самый возрастной игрок этого матча. 35-летний Александр Глеб. Удален. Ну срывал атаку. Он и в первом тайме получил желтую.